Продолжение следует... Пандемия. Вы были дома. Что делали? Расскажу. Слушайте, пандемия оказалась совершенно замечательным времяпрепровождением. Вернее, пандемия, конечно, вещь отвратительная, но как я провел два месяца, я сам себе завидовал, как в той песне. Я жил на даче у себя. Я гулял один с собакой. Я играл с детьми. Я разбирал архив Орлова и Александрова, потому что уже четвертый том сейчас выходит, того, что я издаю. Я написал еще одну книгу. Я разбирал старые фотографии и с большим удовольствием смотрел на то, когда мне было там немножко меньше лет, чем сейчас. И с большим удовольствием констатировал, что я совершенно не изменился. Вы не только одну книгу написали, вы и предыдущую пиарили, вот эту. Да, да, да. Слушайте, это вообще оказалось что-то такое особенное. Эта книга, которая называется «Переговоры как искусство», действительно, в общем, не так просто понять все лагуны переговоров, как это делать, как к ним готовиться и так далее. Я делал теоретическую главу, а потом брал практическую. Практически это были случаи из адвокатской практики, но только те, которые были освещены прессой. И я рассказывал всю подноготную, что там творится, как надо готовиться, что происходит в кулуарах и так далее. И поэтому получилась такая очень симпатичная... А новая, которая сейчас, работа заканчивается, я понимаю, да, уже? Или закончена? Не, не, новая я почти закончил, сейчас буду шлифовать. Ух, страшно даже сказать. Новая книга... Я посмотрел на Лейлу. Новая книга – это «Женщины глазами мужчины». У меня много действительно... Глазами мужчины адвоката или просто глазами... Просто глазами мужчины, просто глазами мужчины. У меня много клиентов, наверное, процентов 70 все-таки женщины, да? И они задавали мне всегда один и тот же вопрос. Вот почему там что-то происходит или наоборот, почему что-то не происходит? Мне захотелось узнать у них, а как вы считаете, как вас видят мужчины? И оказалось, что женщина совершенно к этому не готова. Она просто не знает, как ее видит. Она видит себя в зеркало, и на этом ее ощущение в жизни как-то немножко тормозится. А вот мужчина же видит все по-другому. И вот я написал книгу об этом. Я думаю, что она к концу года выйдет. У меня вообще в этом году намечено было 7 книг. Вышло уже 4, так что впереди еще 3. Ну вот карантин очень помог. А сколько времени уходит на то, чтобы написать книгу? Смотря какую. Вот книга рассказов... Вот последнюю. Сейчас скажу. Книга рассказов... Две книги рассказов в этом году еще выйдут. На них уходит... На все книги уходит минут 15-20. На две книги рассказывают. Сейчас вам расскажу, почему. Потому что эти рассказы лежат уже готовые в столе. Их только надо каким-то образом сложить, заброшировать и запустить в издательство. Ну и, в общем, все. А вот книги такого плана, это, конечно... Вот эта книга писалась 2 года. Но карантин помог. И о женщинах я написал за 2 месяца. А карантин вы соблюдали? Все, что положено было соблюдать? Как-то кто-нибудь из ваших друзей и близких оказался жертвой этого вируса? Как вообще вы оцениваете медийную историю? Знаете, Женя, вы когда мне задали вопрос, я прямо... Я даже напрягся, потому что обычно такой вопрос задает Равин. Он говорит, вы... Вы соблюдаете кашрук? Вы... Знаете, я этого человека совершенно обожаю. Я его столько лет знаю. Это, кстати, в одной из книг описано, что надо льстить, надо улыбаться и льстить. Это как из приема описано в этой книге, поэтому я спокойно к этому отношусь. Ну, я довольно здорово соблюдал. Что значит я соблюдал? Я... Кстати, есть рассказ на эту тему. Значит, когда карантин начался, а у нас такой поселок, называется писательский поселок Внуково. И сначала мы все выходили, все из каждого дома выходили гулять, и там довольно красиво... Без масок, я уточнил. Что? Без масок выходили гулять. Значит, сначала выходили гулять без масок, чуть-чуть шарахались друг друга. Это не поселок в современном смысле, это слово. Это старые дачи. Такое, знаете, вот уютное, старое Подмосковье. И мы ходили, улыбались друг другу, здоровались. И как-то все это было мило очень. На приблизительно четвертый или пятый день мы перестали здороваться. Одни и те же лица и делать, в общем, нечего. На, по-моему, десятый день люди возненавидели друг друга, включая их собак. Ты видишь, одни и те же лица, и ты, в общем, за. И тем, кому нечего было делать, потихонечку, конечно, начали немножко сходить с ума. Это было заметно по лицам. Одели маски, чтобы не было видно гримас ненависти, которая... Ну и так далее. Я, в общем-то, довольно описал эту всю ситуацию, потому что она была забавна. Но я сам был занят, и у меня есть еще такой симулятор. На даче я играл в гольф, я тренировался. Я... На этом симуляторе можно играть с кем-то. Поэтому я постоянно обыгрывал Тайгер Вудса. Я играл за двоих, и он мне постоянно проигрывал. Поэтому я хорошо провел. То есть практики никакой не было? Вы никого не консультировали? Нет. То есть вот... У меня были вебинары. Я вел вебинары, и пришел к интересному выводу, что в начале недели 2-3 это было довольно модное увлечение. Все сидели за компьютерами и смотрели друг на друга. И мы все стали такие маленькие и, знаете, неприкасаемые, потому что, да, только изображение на экране. И вот ближе где-то к концу месяца первого это все очень надоело. Всем захотелось тактильных каких-то вещей, увидеть глаза, поговорить там и так далее. И началось такое легкое броуновское движение. Начали звонки, приезжайте, поговорим и так далее. Ну, то есть это призывы к нарушению фактически. Нарушение, да. Ну, очень хотелось хотя бы услышать, что нет, вот как закончится, так приеду и так далее. То есть я так правильно понимаю, что дело текущее, ну, с Михаилом Ефремовым, это первое, собственно, дело в этом году. Ну, практически, ну, не совсем в этом году первое дело, конечно, потому что многие дела остановились на два месяца. Дело Михаила Ефремова возникло совершенно случайно. Я был приглашен на стивилизионный эфир, да, и там познакомился с... То есть меня, вернее, увидели, а я увидел семью, и они сделали мне предложение, я сделал встречное предложение. А почему вы все-таки не заняли сторону Ефремова? Ну, объяснение-то было, по-моему, да. Я говорил, да. Я приблизительно представлял, как я могу его защищать. И, соответственно, как довести до ощутимого, полезного финала в его пользу. И мне это не захотелось сделать. Странно, потому что в ваш тезис, что вообще надо браться только за дела, а заведомо выигрышные, что нельзя вписываться в проживание. Правда, но я не берусь... Я обещаю, что за какие дела я не берусь. Я никогда не буду защищать педофила. Я не буду защищать... Не хочу входить в дело, связанное с терроризмом и наркотиками. Вот есть какие-то категории дел, которые мне не хотелось. И я, если позволите, скажу вам, чем я занимался всю вот эту неделю, которая заканчивается, да. Что мне пришло в голову... Это вы первые об этом узнаете. Никто не знает. До сегодняшнего дня я никому никогда не говорил. Я сделал общество, которое будет совершенно бесплатно помогать потерпевшим в аварии виновникам, которые стали водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Наш бюро и наши коллеги адвокатов меня поддержало, и мы хотим помогать людям, попавшим в беду, абсолютно бескорыстно и абсолютно бесплатно. Я считаю, что настало время как бы бороться с этим. Известный германский публицист написал буквально на днях, что фактически вы работаете на оправдании защиты у Михаила Ефремова, не придавая интереса своих доверителей, что вы исполняете абсолютно безупречно свою функцию, но оправдываете Ефремова. Вот можете пояснить? Или для вас это открытие просто? Я не совсем понимаю, в чем я его оправдываю, но, наверное, в Германии виднее. Ну, а вы сочувствуете Михаилу Олеговичу, или вы считаете, что он все-таки перешел какую-то грань? Ну, вы понимаете, какое дело? Смотрите, очень многоплановый вопрос вы задали, я попробую ответить. Первое, я человек не пьющий, а я всегда исхожу в своих оценках от себя. Есть такое смешное выражение, не пьющий от слова совсем, знаете, в Москве бытует от слова совсем. Моя такая серьезная порция алкоголя это где-то бокал вина раз в два месяца, не больше. У меня очень много друзей, просто очень много умерли от этой гадости, от злоупотребления, от алкоголизма. Просто очень много, особенно институтских почему-то. Это первый посыл. отрицательно отношусь к алкоголю вообще. Второй момент в этом деле, я считаю, что человек, который садится за руль пьяным в том или ином состоянии, потенциальный преступник, даже если его пронесло на этот раз и его никто не остановил, он должен каким-то образом или люди вокруг него должны отдавать отчет, что трагедия может произойти. Теперь, что же касается самого Михаила. Я просто хотел уточнить, вы знакомы? Нет. А, вы не знакомы. Понятно. Что же касается самого, это очень талантливый актер, очень талантливый, который мне импонировал в тех фильмах, которые я видел. Я считаю, что Михаил виноват в том, что не отдавал себе отчет, что рано или поздно с ним что-то могло произойти. Когда меня спрашивают, а спрашивают много раз, что я хотел бы, какое наказание я хотел для Михаила, я говорю, что я просто не могу и не смею это сказать. Я присоединюсь так же, как мои доверители к мнению прокурора и мы примем любой приговор суда, любой, который не будем никогда оспаривать. Но сказать сегодня, что я хочу Михаилу этот срок или тот, или... Ребята, я это не сделаю никогда. То есть ваши доверители согласятся с оправдательным приговором, если это таково будет? Конечно. А что они хотят сами? Вот что хочет семья потерпевшего? Ну, они хотят справедливого приговора. И вот именно ту фразу, которую я сказала, это согласиться с мнением прокурора и принять любой приговор, который будет, это и есть. Пару дней назад их... Я не могу понять, почему их так атакуют, честно говоря. Не знаю, почему. И делают из них крайне, потому что они пошли на шоу и так далее. Пару дней назад мне пришлось приоткрыть завесу с их согласия, конечно. Почему, собственно, они тоже участвуют в шоу? Это семейная тайна, которую они мне разрешили сказать публично. В 1998 году другой член семьи, двоюродный брат погибшего Сергея, попал в точно такую аварию. Один к одному. В качестве жертвы? Да. Тоже выехал автомобиль на встречную полосу и тоже лобовой удар. Двоюродный брат был отправлен, его фамилией Венедиктов, Виктор Венедиктов, он был отправлен, его отвезли в больницу и он скончался через несколько дней, оставив вдову и 14-летнего ребенка. А дальше произошла странная вещь, которая, к сожалению, в нашей стране встречается. Человек, который совершил это деяние, ушел из-под любого наказания. Вообще. Это социально значимый какой-то персонаж был? На уровне Рязанской области, насколько я понимаю. Вы так сказали в нашей стране, как будто вы не провели столько времени в Соединенных Штатах и не знаете о деле О.Джей Симпсона и тысяч других дел, когда деньги решали все. Поэтому это общая практика, когда власти деньги корректируют правосудие. Да, но у нас развернулась большая полемика по этому поводу. У нас обвиняют следствие и семью в том, что как же можно выставлять какие-либо претензии Михаила Ефремова, когда вот существуют такие-то такие-то случаи людей, Ну, родительская известная история, когда он убил девушку, выехав на встречную полосу. Да, и так далее. Ну, я не участвовал в этих процессах, не могу судить, но претензии в соцсетях есть, безусловно. И вы абсолютно правы, дело Симпсона, хотя там его отыграли в другую сторону позже, но в результате был оправдательный приговор, безусловно. Наглый абсолютно, на глазах у всей страны просто вот. И наоборот, например, дело Вайнштейна, полностью наоборот, где точно должен был быть оправдан Харви Вайнштейн, там, сто процентов, да, оно сыграло совершенно... Вы упомянули в соцсети, вас не смущает, что Михаил Олегович в соцсетях полощут страшно, я не говорю о том, что приговаривают его, что он, в общем, человек, который совершил преступление, сев в таком состоянии за роль, но его оскорбляют, его называют эпитетами совершенно непотребными, некрасивыми, и вас это не смущает, что такой накат идет? Конечно смущает. Дело, смотрите, к сожалению, к сожалению, вот все сложилось вместе, да, что сложилось? Два месяца карантина, о котором мы с вами говорили, полный застой в умах, да, и соцсети, которые как бы переполнены, дурацкое слово, английское, хейтерами, да, ненавистниками, у нас есть хорошее русское слово ненавистник, почему хейтер появился, не знаю, но вот хейтерами, которые эти люди, а я увлекаюсь психологией, правда, своей собственной, да, я как бы строю свои теории, это люди, которые для того, чтобы возвеличиться в собственных глазах, надо каким-то образом опустить в этих же своих глазах других, поэтому они пишут гадости, поэтому там же все как бы безнаказанно проходят, и вдруг совершенно появилась вот такая возможность под псевдонимом сказать там какие-то мерзости другому, да, и вот все это вместе наслоилось, кроме того, это, конечно, публичный персонаж, которого очень легко сегодня как бы сравнять с пылью. Одновременно возникла другая толпа людей, если можно сказать, в соцсетях, которые говорят, нет-нет, его травят не потому, что он не виноват, как говорил когда-то его папа в известном фильме, да, он виноват, но он не виноват. Гениальный актер, гениальный актер. Вот, считаю, что один из столпов нашей культуры второй половины 20 века, безусловно, да, Олег Ефремов. Так вот, вторая говорила, нет, вот его будут гнобить и его посадят, потому что и находили какие-то объяснения его там политических взглядов и так далее. И вот одновременно вслеснулись такая мелкая гражданская война в соцсетях, которая пошла, от соцсети устроена таким образом, что можно сказать безнаказанно ты дурак, сам дурак, и вот это все превратилось уже в фарс. К тому же еще плюс суда, конечно, журналисты всех мастей и властей, которые живут Назвайте вещи своими, подойдите, я подберу что-нибудь такое. Мастерятники, вы хотели сказать. Грифы, давайте. Благородная птица. Да. Да? Нет. Грифы, да, значит, и которым действительно надо этим питаться. Резонанс в обществе. Смотрите, те люди, которые лично знают Михаила, Шукшина, Домогаров, они ведь за него впрягаются не как за коллегу по цеху, который, условно говоря, тоже пьет, а потому что они знают, что человек-то он очень совестливый и добрый, он попал в беду и он ответит по закону. Но нельзя ли как-то остановить вот этот накал вот просто оскорблений, а не обвинений? Вы же видите разницу между тем, чтобы обвинять человека по составу какому-то или его просто уничтожать морально? мне кажется, что это реакция людей, о которых я вам говорил, и остановить это, мне кажется, очень тяжело. Как заставить эти соцсети замолчать? Ну давайте придумаем так. А вам не попадались версии абсолютно нелепые о том, что ФСБ организовало, накачало его кокаином, напоило, посадило в машину и даже он сам ввел. Вы читали эти версии? Конечно, я читал, что он сам ввел, господин Джигурда сказал там тоже что-то в этом духе. И там сидел какой-то человек в скафандре, а потом привезли агенты, естественно, ФСБ и так далее. О себе я слышал, что я только не слышал, что меня нанял Кремль, ну действительно, что он меня пригласил, что я всю жизнь работаю с ВЧК, КГБ, с ВЧК особенно мне понравилось, это, наверное, в 20-х годах я начал. И серьезная организация, вообще-то, это такой, как комплимент можно отнестись. Потом, я в этом деле, так как мои доверители отказались принимать любую компенсацию от Ефремова, то я в этом деле на самом деле защищаю Ефремова и экономлю его деньги в этом плане, да, а с другой стороны я в этом деле для того, чтобы Ефремова раздеть. Ну, слушайте, я с большим удовольствием все это читаю, мне это мило очень, ну, посмотрим, что будет. Но я вам, я могу сказать, что они действительно отказались от компенсации от любой, не хотели, и когда я задала вопрос, почему, они говорили, ну, как бы Сережа, ну, покойный, да, ну, наверное, бы не понял и не простил. Но есть еще один аспект, который мне стал понятен. Вы представляете, вот они возьмут, ну, предположим, да, они возьмут деньги и будут вернуться себе в эту Лизанскую область, где все друг друга знают, где все знают друг друга годами. Вот они выходят на улицу, там, мама, которая 86 лет, или брат, или дети, и скажет, ну, что, взяли деньги, продались, им там жить. Ну, хорошо, а если он искренне покаяться? Он покаялся? Он покаялся. Как мне кажется. Только многие не верят, как бы в это, говорят, что это актерская игра. Их претензия была в другом. Их претензия была в том, что он покаялся стране, народу, публично, а не им. Ну, конечно, говорил о себе. Ну, да, он говорил о себе. Для них это не было что-то такое интимное между Михаилом, Ефремовым и семьей. Для них это был такой публичный взрыв, продолжение актерского мастерства великолепного. Вот как они расценили. Может быть, неправы, но это так. То есть вы допускаете, что срок может быть неусловным, что будет реальный срок? Как вы рассматриваете перспективу? Да. Мне раздается, ну, мне звонят там постоянно какие-то люди с предложениями и так далее. И звонили и говорили очень часто, что зачем вы, убедите их взять деньги, потому что наверняка получат условный срок, а они останутся без денег. Ну, я говорил с семьей, ну, нет, не готовы. Что же касается условного срока, то все возможно, потому что будет решать суд. Слушайте, Михаил не там, бандит, убийца, вор в законе и так далее. Он никогда ничего не совершал страшного, это у него шесть детей, правда, не знаю, какого возраста, но и он, в общем, заслуженный, заслуженный человек в нашей стране. Кроме того, я предполагаю, что будет много всяких там, ходатайств и так далее от известных людей, которые будут за него просить, и это тоже весомо. Все это будет учтено судом. Конечно, безусловно, если бы семья приняла предложение и каким-то образом мирный этот процесс был бы включен, это серьезно бы повлияло на судьбу Михаила Олеговича, но они не захотели. Ну что ж, я надеюсь, что мы начали разговор с книг, мы будем ждать выхода очередного шедевра. Да, я буду ждать. Я буду ждать. Вот это очень я заинтригован, ловлю вас на слове, что вы придете к нам и расскажете об этой книге тоже. Огромное вам спасибо. 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 Продолжение следует...